Экстремалы довольны и кости целы. В новом городе открыли скейт-парк в тысячу квадратных метров, где скейтбордисты и поклонники велосипедов BMX могут относительно безопасно выполнять трюки. На соревнования в честь открытия приехали так называемые райдеры из разных городов. Безбашенные экстремалы, скажет большинство зрителей. Возможно, будущие чемпионы, скажем мы. Два года назад скейтбординг вошел в программу Олимпийских игр. До 2020 года у ребят есть время, а теперь еще и площадка для тренировок. Когда вокруг такое количество интересных молодых людей, определиться с героем для интервью сложно. Так что первым делом решаю поговорить с практически однофамильцем Яшей Пыркиным. Как вы к доске относитесь? Это, не знаю, это ваше имя есть у нее? Это ваше там любимое, как ласточка, да, как у машины или нет? Нет, такого нету, потому что доски, они очень часто ломаются. То есть одна доска там, ну, неделя, две, она уже просто выдыхается. Приходится постоянно приобретать новые имена, и души у нее как таковой нет. Это сколько денег уходит у вас в месяц на доски? Ну, достаточное количество. Это достаточное количество Яша зарабатывает графическим дизайном. А Евгений Мумринков из Нижнего Новгорода зарабатывает на свое экстремальное хобби, проектируя ядерные реакторы. И по нашему с оператором мнению, его доска должна выглядеть вот так. Когда 50 или 60 лет назад был изобретен скейтборд, он имел другую форму. Она была в форме рыбки, были другие колеса, более большие, подвески более узкие. То есть был совсем другой. Потом, где-то в начале 90-х, появился второй загиб у доски. И вот с начала 90-х доска брела эту форму, которая, в принципе, сейчас и сохраняется. Паша Кондрашов из Казани помогает мне первый раз встать на доску. У вас, подождите, у вас правая нога сзади. Правая нога сзади. В начале регулы. А все-таки кого больше? Ну, примерно, да, да. Не знаю. Мне кажется, 50 на 50. Но в основном ребята катаются все-таки в гуфе. Для меня скейтбординг лично – это самая лучшая игра в реальной жизни. То есть я не играю, например, в компьютер. Мне это не нравится, потому что это все виртуально, а здесь все реально. Понимая, что травмы тоже реальны, а делать репортажи со сломанными руками неудобно, слезаю с доски и продолжаю общаться со спортсменами. Травмы были серьезные? Да, вот, ключи сломал. Ничего себе. Это катались вы, когда? Да, да, да. Так, и тем не менее все равно встаете на доску? Да, конечно. Сколько бы себе ни говоришь, что нельзя кататься, нет, все равно буду кататься. Данная площадка сделана как раз для того, чтобы было меньше травм. Разгонные горки с правильным уклоном – нужная высота периода. И гладкий бетон – совсем не то же самое, что асфальт. Сама ее разработка, установка, заливка, она шла под непосредственным вниманием со стороны профессионалов в этом виде спорта. Поэтому, конечно, эта площадка будет той тренировочной базой, на которой мы будем регулярно видеть ребят из соседних городов. Ольга Пырочкина, Борис Андреев. Республика. Республика.